Тема нашего сегодняшнего вебинара это Fashion Retail, актуальность автоматизации склада на примере оборудованной компании. Представлю нас, ведущих. Меня зовут Ирина Живакина, я менеджер по работе с клиентами. Рядом со мной мой коллега Олег Минин, он у нас ведущий консультант отдела складской логистики. Добрый день. Ну и чуть-чуть о тайминге мероприятия. Начали мы с вами сегодня в 11.00. Примерно 7 минут я расскажу вводную часть компании. Далее Олег расскажет про, собственно, тему нашего вебинара с большей конкретикой в части ВМС-системы Axelot. И где-то примерно минут 30 мы отвели на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Ну, соответственно, время может чуть-чуть скорректироваться в зависимости от количества поступающих на вопрос и вашей активности, несомненно. Давайте перейдем, собственно, к ключевым фактам о компании Axelot. На рынке мы работаем 23 года, с 1998-го. Штат нашей компании насчитывает более 250 сотрудников. Весь наш штат располагается в трех офисах в трех городах Российской Федерации. Компания Axelot выпустила на рынок уже пять поколений систем ВМС и четыре поколения систем ТМС. По решениям класса ВМС и ТМС в год мы делаем более 100 проектов. И уже более девяти лет являемся лидерами ВМС в России. Также хочу отметить немаловажную вещь. Это то, что мы тратим 10% выручки компании на разработку новых решений, которые интересны нашим потенциальными действующим клиентам. И на то, чтобы развивать уже имеющиеся решения. Но такого успеха мы бы, несомненно, не достигли без наших партнеров. В нашей деятельности нам помогают такие компании, как Axelot, ТЕО, это поставщики оборудования в наши проекты. Что касается склада, это терминал из бурданных, это принтеры, этикеток. Компания Gradum, которая занимается внедрением решений класса ERP. Компания Datreon, которая помогает нам в части интеграционных решений. Компании Zebra и Honeywell, это производители как раз-таки оборудования. терминалов и принтеров. И компания Xtreme. Это вендор, производитель Wi-Fi оборудования. Ну, несомненно, наш ключевой партнер фирмы 1С, на базе платформы которой и разработаны наши решения ВМС и ТМС. На слайде перед собой вы видите компании, которые уже работают с нами, с которыми мы внедрили систему ВМС и ТМС на их складах и предприятиях. Это, несомненно, лишь малая часть тех клиентов, которые у нас есть. Все бы просто не уместились. И вот именно этот опыт позволил нам наработать то, что есть сейчас в наших системах и которым мы с вами, несомненно, поделимся. Ну, и, конечно же, мы надеемся, что на этом слайде очень скоро появится и ваши логотипы в том числе. Ну, и, собственно, перейдем к теме нашего сегодняшнего вебинара. Это автоматизация складов обувных компаний. Еще пару лет назад наши рассказы были несколько другими. Мы рассказывали вам об автоматизации распределительных центров, которые отправляли свой исходящий поток товаров в розничные точки, в торговых центрах, в магазины. Но текущая ситуация в стране и в целом в мире отразилась довольно сильно на работе и складов и компаний в целом и очень сильно увеличился поток интернет-торговли. Соответственно, исходя из этого, нам всем нужно понимать, что должен иметь склад и как повлиял e-commerce на торговлю в целом. Мы понимаем, что для нашего самого требовательного заказчика мы должны уметь красиво и правильно упаковать заказ, который едет к нему. Нам нужно уметь подбирать соответствующие, сопутствующие товары к тем вещам, которые заказывают клиенты. Нашему складу необходимо уметь работать с штучными заказами, потому что наши клиенты не заказывают товары короткими палетами, они заказывают именно те вещи, которые им необходимы. И нам нужно уметь обрабатывать в много раз больше заказов в смену на нашем складе. помимо этого нам нужно уметь быстро приносить товар в примерочную, то бишь доставлять его до пунктов выдачи либо до клиента, до его дома. Нам нужно уметь корректно маркировать короба и заказы, чтобы их могли обрабатывать и доставлять маркетплейсы либо транспортные компании. Конечно же складу необходимо уметь адаптироваться к новым требованиям. Собственно, что и показала история с пандемией. Кто быстро сумел научиться работать с интернет-каналами, с маркетплейсами, тот, собственно, молодец, тому очень сильно повезло. И, несомненно, склад должен уметь работать с контрольными идентификационными знаками, с маркировкой кизами, которые все плотнее входят в нашу жизнь, в наш бизнес. Ну и чуть-чуть хочется обратить более подробное внимание на обывное отрасль, на то, что должен иметь склад. Нам нужно уметь правильно подбирать размеры, потому что клиент не может прямо на складе примерить то, что он хочет заказать. Клиент должен получить качественный товар, который не был где-то испорчен при предыдущей примерке либо при транспортировке. Мы должны уметь корректно и быстро обрабатывать возвратный поток от интернет-магазинов и находить им правильное место. Это нам необходимо для того, чтобы не завалить склад возвратным потоком, потому что мы прекрасно понимаем, что заказываем ту или иную пару обуви в интернет-магазине. Мы скорее всего подберем еще один или два размера, чтобы наверняка угадать, купить то, что нам нужно, а не потребовавшийся товар мы вернем. Мы должны уметь подложить достойный аналог, если нет того размера, который хочет заказать клиент. Ну и, конечно же, наши клиенты хотят знать о том, когда они получат свой товар. это непосредственно перекликается с тем временем, когда заказ может собрать склад и отгрузить его. На фоне всего этого нам бы хотелось понимать, как же мы можем повысить эффективность работы склада с интернет-заказами. Поскольку заказы становятся больше, заказы становятся более мелкими, рано или поздно нам придется минимизировать ручной труд на складе и переходить к некоторым степеням роботизации. В этом нам помогут несомненно сортеры, конвейеры, которые помогут разбирать входящий и исходящий поток на заказы. Нам помогут карусельные лифтовые стеллажи с световыми технологиями. Это позволит нам повысить точность и скорость обработки заказов на складе. Но все-таки роботизация, хоть это и довольно близкое для нас с вами будущее, но все-таки будущее, а хочется нам поговорить о чем-то более осязаемом, поэтому как раз-таки таким способом повышения эффективности работы склада будет внедрение в МС. Собственно об этом расскажет мой коллега Олег, передаю ему слово. Да, спасибо большое. Еще раз коллеги, добрый день. И собственно давайте приступим к самой теме нашего бинара. В фэшн ритейле главное следить за трендами, развиваться, изменяться и идти туда, где питает ваш клиент. И конечно это было бы абсолютно невозможно без прогрессивной ВМС-системы. Предлагаю на примере склада обувной компании рассмотреть функциональность нашей ВМС-системы, которая позволит учесть все особенности учета обуви на складах. Итак, давайте сначала по плану вебинара. Первое, о чем мы поговорим, это как работать с размерами. Далее, это как работать с размерными горками, какие бывают виды качества у нас, какие бывают особенности отгрузки в собственную розничную сеть, обработка возврата сезонной коллекции, также с джонным темам обработки сопутствующих товаров, обсудим обувной и коммерс и особенности работы с маркетплейсами, ну и конечно обсудим маркировку учет изов. Конечно же, каждый склад отличается своими процессами, отличается своими подходами к учету товара. Мы, являясь автоматизаторами непосредственно физического товара, понимаем, что нам нужно учитывать именно то, что руками будет нести наш кладовщик. Для реализации именно уникальности учета каждой единицы обуви ВМС реализован функционал объектов хранения. То есть объект хранения это именно то, что наш учит несет в руках, то, что он непосредственно обрабатывает. Объект хранения это объект спискового учета, который создается в ВМС преобразованием элемента справочника номенкатуры загружаемого из корпоративной системы. На самом деле объекты хранения являются совокупностью номенкатуры ее характеристики и поклаждателя. То есть как в нашем примере, например, если мы вернемся к предыдущему слайду, то на карточке объекта хранения мы увидим туфли женские, красные, поклаждателя ООО комфорт, то есть это по сути владелец товара, и их размер будет 38. Также на данной карточке мы можем увидеть такие характеристики, как ВВХ, увидеть модель учета, увидеть единицы измерения и базовое состояние объекта хранения. Их характеристики и контрагенты загружаются к нам ВМС посредством интеграции из корпоративной системы. После их загрузки срабатывает автоматический механизм их конвертации, конвертации непосредственно в объекты хранения. И обратите внимание на слайд. Здесь вы можете увидеть две галочки. То есть это создание отдельного объекта хранения по каждой характеристике, то есть по сути по каждому нашему размеру, и создание отдельного объекта хранения по каждой организации, то есть поклаждателю. И чуть проще, чтобы было воспринять, объясню это на схеме. В левой части схемы вы видите объекты корпоративной системы, а в правой части схемы вы видите объекты ВМС системы. То есть еще раз, из чего складывается объект хранения в правой части? Это организация, контрагент, номенклатура и ее характеристики. Все это в совокупности нам дает объект хранения. Посмотрим на простом примере, есть у нас туфли, и есть они в трех размерах, 35-й, 36-й, 37-й. И на нашем складе есть допустим два поклаждателя. И сложив все, сложив и перемножив все данности, мы получим шесть объектов хранения, которые будут числиться в ВМС системе. Помимо, собственно, номенклатуры объектов хранения, также перегружаем упаковки номенклатуры. То есть они также к нам посредством интеграции загружаются в ВМС и формируются упаковки объектов хранения. По аналогии парки номенклатуры преобразуются в партии объектов хранения и также штрих-коды номенклатуры. Они уже непростоственно формируются в штрих-код объектов хранения. И, конечно, штрих-кодов может быть не один, а штрих-код формируется для каждой упаковки. И также упаковок может быть бесчисленного множества. Все зависит только от вашей вложенности, то есть как хранится товар. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть про наиважнейший ликвизит для номенклатуры. Это ее модель учета. Модель учета — это совокупность настроек для объектов хранения, включающая в себя перечень используемых параметров учета, стратегии грузообработки объектов хранения, которыми назначена данная модель учета. Если вы обратите внимание на слайд, на нем представлена как раз-таки модель учета с кучей параметрических настроек, таких как учетки призов, учетки призов при поступлении, при адреске, возможность учета мерного товара, возможность учета партионного товара. Также здесь настраивается частота инвентаризации данного товара. То есть мы можем автоматически формировать задания на пересчеты с определенным периодом. И также важной настройкой является стратегия, такие как стратегия размещения, стратегия отбора, стратегия пополнения. Это гибкие механизмы, которые позволяют нам автоматически планировать задачу на перемещение товара по складу, то есть в зависимости от событий. В принципе, если мы ведем разговор об обуви, нельзя не упомянуть о сезонности, то есть о работе с сезонными коллекциями. Прошу вас обратить внимание на слайд, здесь есть два важных реквизита, это сезон и дата постановки на полку. Это реквизиты как раз-таки карточки объекта хранения, они нам поступают из корпоративной системы. И именно на них мы с вами можем завязаться и автоматически планировать размещение в зоны наиболее близкие к зонам отбора. То есть если мы понимаем, допустим, сравниваем дату постановки на полку с текущей датой и уже в зависимости от этого настраиваем алгоритм размещения, размещать его в зоне отбора, то есть в зоне класса А, либо размещаем его в хранение, потому что этот товар еще не актуален, но не так близок к продаже. И также важно сказать про АБЦ-анализ. Конечно же мы можем также его использовать при размещении и движении товара на складе. То есть классы АБЦ могут назначаться как из корпоративной системы, так и расчетным способом. То есть система сама может проанализировать данные по оборачиванию товара, по количеству подходов к данному товару нашими исполнителями. Она может рассчитать класс для каждой карточки. Мы можем назначить для зон конкретные классы и уже на основании данных будем двигать товар по складу. И также допустим если система понимает то, что класс товара допустим А изменяется на Б, в этом случае могут сработать механизмы компрессии или вытеснения. То есть мы из зон класса уже будем товар перемещать в зону класса Б и так далее, чтобы нам высвободить место в зонах отбора класса А. Итак, коллеги, давайте поговорим о размерных горках. Что же в принципе это такое? Это набор нескольких пар обуви одной модели, но различных размеров, упакованных в единую транспортную тару. Другими словами, размерная горка это решение, позволяющее отгружать размерный ассортимент без его какой-то дополнительной переупаковки. То есть таким то есть по сути это коробка где содержится несколько размеров одной и той же модели. Таким образом в таком виде нам приезжает товар от поставщика, таким же образом мы отгружаем его своим клиентам без возможности его расформировать. Но как правило целые размерные горки они хранятся в фронтальных стрелажах если мы говорим о парах то как правило они хранятся на мизонине. Но что же делать если все-таки нам потребуется расформировать развалить эту размерную горку потому что рано или поздно потребность в одной паре все равно будет. и как раз таки здесь вступает в силу такой функционал как заказ на комплектацию то есть по сути это функционал работы с комплектами то есть когда мы понимаем то что у нас один объект хранения как размерная корка состоит из нескольких пар и мы можем его как разобрать так и собрать. Для этих целей служит внутренний документ ВМС системы который называется заказ на комплектацию как раз таки он представлен на нашем слайде и обратите внимание тип его разборка то есть по данному документу будет происходить расформирование размерной горки. Но как же системе понять что хранится внутри? Как раз таки для этих целей существует спецификация то есть спецификация позволяет нам понять сколько конкретно пар и каких именно пар то есть каких размеров содержится в размерной горке то есть если посмотрим с вами на слайд то в данном случае мы увидим то что всего в общей сложности в размерной горке 10 пар и их по 2 по 2 штуки каждого размера от 35 до 39 и давайте перейдем к видам качества и в принципе что же это такое то есть в нашей системе если мы говорим про терминологию они называются состояние объектов хранения состояние объектов хранения это обязательный разрез учета остатков определяющий качество хранимого товара объекты хранения могут иметь различные состояния которые определяют алгоритмы и их обработки и хранения то есть важно сказать что состояние объектов хранения может быть великое множество их может создавать администратор VMA-системы и уже на них завязывать определенные правила то есть определенные стратегии определенные события данный разрез учета это не только состояние объекта хранения которое просто делит остатки а сущность которая участвует в интеграции сущность которая подается автоматическому анализу системы для формирования воздействия на событие Вот, например, можно обсудить статус неликвид, то есть состояние предохранения неликвид. Ярким примером является, когда отборщик выполняет свою задачу, то есть подходит к ячейке отбора и берет единицу товара и понимает, что есть какое-то отклонение от качества. Но он со своим уровнем компетенции не может сказать, что этот товар точно проповедует. В этом случае он назначает данному товару состояние неликвид, и уже на это событие, на событие изменения качества, у нас сформируется задача на перемещение этой единицы товара в какую-либо выделенную зону, то есть где уже работает сотрудник КРО, то есть какой-то контролер, который понимает, что с этим товаром не так. Либо можем сформирует задачу на пересчет, чтобы сотрудник подошел непосредственно к этой ячейке и выполнил операцию именно в ней. Когда мы говорим с вами о состояниях, несомненно, нельзя не затронуть их участие в стратегиях, непосредственно в стратегии размещения. Когда мы товар принимаем, мы также ему сообщаем статус. По умолчанию, конечно же, он у нас годный, да, то есть мы обычно не даем пользователям выбирать, да, то есть чтобы они каждый раз нажимали, чтобы статус годный. По умолчанию включаем годный, но, конечно же, даем возможность его изменить. И в этом случае, если мы на приемке также получаем статус, допустим, брак, мы это событие задаем в условии, да, то есть в условии стратегии. Мы говорим о том, что если товар у нас в состоянии брак, то этот товар на основании уже алгоритма, который подчинен данному условию, должен переместиться в соответствующую зону. То есть что вы видите на нашем слайде, то есть в левой части это стратегия размещения, а право это пример настройки алгоритма. Конечно же, все эти события выполняются в автоматическом режиме, то есть все планирование осуществляется на основании регламентов. Если мы говорим про автоматику, да, то нельзя не упомянуть такие вещи, как подписки на события, да, и реакции на события, или иными словами обработчики. То есть это механизмы, которые позволяют в системе выстроить любой процесс, да, и чтобы все задачи по цепочке в зависимости от различных условий формировались в автоматическом режиме, да, то есть это функционал подписка и подчиненный ей обработчик. То есть какие, в принципе, бывают подписки, то есть какие могут быть события. То есть, ну, например, это выполнено какое-либо перемещение, либо место хранения, да, то есть целого какого-то поддона, либо объекта хранения. Возможно, это просто запись заказа на англоску, возможно, это какое-либо изменение состояния, либо статуса документа, да, либо состояние товара, либо состояние места хранения. Все это перечень событий, да, которые мы заводим в подписке. Уже непосредственно в реакциях мы описываем, как должна система на это отреагировать. И можем сформировать там несколько обработчиков, да, то есть это перечень их также не ограничен, то есть на одно событие может формироваться, в принципе, сразу несколько каких-то реакций, да, обработчиков. Ну, то есть по факту изменения качества, да, то есть, что мы с вами ранее обговорили, у нас может формироваться задание на перемещение в какую-либо зону. Либо наступило какое-либо контрольное время по заказу, да, и система начала автоматически планировать уже отбор по данному заказу. Это все функционал управления событиями, так называемая событийная модель нашей системы WMSX5. И теперь давайте поговорим об особенности отгрузки в собственную розничную сеть. Конечно же, это прежде всего обработка основного товаропотока. То есть когда мы сгрузим с вами товар в наши розничные магазины, как правило, это позаказная сборка с дальнейшим контролем, с дальнейшим упаковкой и возможной консолидации заказов по рейсам, да, чтобы у нас товар был не разрозненный, да, по одной коробочке на поддоне, а уже консолидированы поддоны, да, группированные по рейсу, мы уже с вами грузили в транспортное средство. Далее это обработка возвратов. Про это я предлагаю поговорить чуть попозже. Есть для этого отдельный слайд, так как тема очень интересная. Далее это обработка различных видов перемещений. Так как у вас, допустим, сеть магазинов, да, то есть их не один, то случаются какие-либо перемещения актуального товара с одного магазина на другой. То есть в этом случае мы принимаем товар от одного магазина, да, то есть его маркируем и размещаем на какое-либо временное хранение. И всегда можем понять то, что данный палет, он числится за тем магазином, мы приняли его по конкретному документу, возможно, с какой-то вполне конкретной партии, да, если партийный учет у вас учитывается. И впоследствии формируется уже заказ на отгрузку, да, который планируется, да, и выполняется отбор именно с этой ячейки, именно нужной нам поддомой. Далее это обработка транзитов, так называемой в терминологии ВМС-системы, простдокинг. Тогда товар не размещается на площади склада, да, то есть на площади хранения, а существует, так сказать, в зоне доков. То есть товар поступил, а мы его в процессе уже приходования, так сказать, резервируем под конкретный заказ на отгрузку. Тем самым исключается различное движение товара по складу, да, то есть ускоряется процесс его обработки и, в принципе, ускоряется процесс товара движения. Далее важная особенность – это, конечно же, упрощенные варианты отгрузки для собственных магазинов. Тут хотелось бы сказать именно про язык, про маркировку. Когда мы с вами грузим, допустим, товар сторонним покупателям, да, нам необходимо полностью фиксировать те язык, которые мы с вами отгрузим, и уже передавать их регуляторам. Если же речь идет про свои магазины, то данный функционал можно не использовать, потому что уже непосредственно фиксация кизов и передача их в корпоративную систему, да, или непосредственно в честный знак, как регулятор, то можно не выполнять. Она выполняется именно при продаже в обычном различном магазине. И, то есть данный процесс мы с вами можем разграничивать, да, то есть процесс отгрузки с кизами, с контролем кизов, и процесс отгрузки без контроля кизов. Далее особенность – это обработка товаров под утилизацию. То есть наверняка вы сталкивались с тем, что идет брак, да, с магазинов, то есть нам необходимо его каким-то образом консолидировать, да, чтобы упаковывать в грузовые места и уже консолидированно его отгружать со склада. И также хранить его в выделенной зоне, да, накладывать определенные операции по контролю качества, да, то есть по дополнительной проверке, либо, наоборот, по разрезке, да, так сказать, утилизации данного товара. И также зачастую, если вы имеете свою розничную сеть, имеете свой интернет-магазин, как правило, да, бывает в фотостудии. То есть и такие нюансы тоже мы учитываем. Формируются специальные заказы с комплектным типом отгрузки, да, то есть это отгрузка на фотостудию, где зачастую даже нам нужны не оба ботинка из фары, а только всего лишь один. То есть кладовщики собирают товар по данным заказам абсолютно в упрощенной форме, да, то есть выполняется, по сути, только операция отбора. И уже перемещение непосредственно на фотостудию. Фотостудия может быть, конечно, на территории вашего склада, либо отгрузка уже в стороннее помещение. Все те операции, которые я сейчас перечислял, они, конечно же, у нас настраиваются в процессе отгрузки. То есть если вы обратите внимание, да, то есть это, опять же, параметрические настройки, которые может выполнять администратор склада, да, то есть, конечно, с определенными правами, это человек, пользователь системы. И он может в зависимости от типа отгрузки, получаемого из корпоративной системы посредством интеграции, уже подвязывать к нему процесс как раз-таки с определенными настройками, с определенными флагами, такими как отбор, да, контроль, используется упаковка, какая-либо консолидация, возможность там отслеживания доставки. То есть все это, все эти настройки содержатся именно в процессе отгрузки. И мы с вами подошли к интересной теме, это обработка возврата. И, в принципе, то есть какие возвраты, наверное, стоит начать с этого, какие возвраты, в принципе, бывают? Бывают возвраты от клиента, да, то есть от наших сторонних покупателей, бывают возвраты от магазина. И самое, наверное, так скажем, неприятное, это бывают возвраты сезонных коллекций, когда это в большом объеме, да, приходят возвраты от магазинов, и более того, они накладываются на поступление свежей коллекции, на двуску в эти же магазины свежей коллекции. И здесь очень важно нам не перемешивать данные товаропотоки и не забивать полезную площадь для склада и, как сказать, разграничивать данные товаропотоки. Какие же могут быть, в принципе, решения этого вопроса? Как уже сказала Ирина, это можем использовать роботизированные сортеры. Да, второй вариант решения – это поштучная приемка. Если мы говорим о первом варианте, то это, конечно же, стоимость, да, мы упираемся в это достаточно дорогостоящее оборудование. А если мы говорим про второй вариант, штучный прием, то это слишком долго, да, то есть мы тратим большое количество своих ресурсов в виде наших работников. И в этом случае есть решение в виде третьего варианта – это работа с грузовыми местами. Что же такое, в принципе, грузовое место? Это, по сути, место хранения, имеющее уникальный идентификатор и обрабатываемое на складе без детализации товарного состава. То есть как это, в принципе, по физике выглядит, да? Магазин запаковывает все свои пары, которые хочет вернуть на склад на временное зимнее хранение, допустим, да, в некий короб, да, и его маркирует. Либо его не маркируя, да, маркировка может выполняться на складе. Когда данная коробка поступает на склад, то кладовщик не выполняет приемку каждой штучки, каждой пары, допустим, каждого шарфика, если мы говорим про сопутку данного короба. Он просто маркирует данный товар и выполняет сканирование этого штрих-кода и планирует уже размещение, и система автоматом планирует размещение на верхние стрелажи, допустим, шестого яруса, понимая то, что это сезонная коллекция, это определенный тип поступления, да, то есть возврата сезонной коллекции, и в зависимости от этих признаков, система автоматически планирует задание на размещение на шестой ярус, допустим, фронтального хранения, ну, допустим, или в зону класса С. То есть тем самым мы с вами сокращаем время обработки вот этого возвратного потока, да, и более того, мы с вами сохраняем материальную ответственность. То есть мы всегда с вами понимаем то, что данный магазин нам грузил это грузовое место, стол оттуда не залазил, так сказать, да, то есть это все под фирменным скотчем, допустим, магазина, да, и таким же образом этот грузовое место и отгружается уже при наступлении сезона, да, в этот магазин. То есть вклад себя в материальную ответственность снимает и увеличивает скорость обработки данных товаров. Итак, давайте обсудим следующую тему. Это работа с сопутствующими товарами. Что же, в принципе, да, какие категории могут быть? Ну, первое – это средства по уходу за обувью. То есть это, по сути, химия, да, то есть различные флакончики с жидкостями, тюбики и прочее-прочее. Все мы понимаем то, что это химические вещества, и хранить их вместе с обувью мы не можем, потому что в случае протечки, деформации коробки, упаковки это все может испортить нашу дорогостоящую, допустим, кожаную обувь. В этом случае система при размещении, да, то есть когда мы с вами настраиваем стратегию размещения, мы с вами, опираясь на конкретную модель учета, опираясь там на конкретный вид объекта хранения, можно настроить, чтобы, в принципе, не пересекались две категории данных товаров, а химия жила непосредственно в выделенной своей зоне. Также, если мы говорим про уходовую косметику за обувью, да, то есть это учет, конечно же, сроков годности. То есть товары могут быть партионные, мы можем с вами отслеживать дату поступления, дату окончания сроков годности, и, конечно же, планировать и подбирать к отбору, то есть с учетом этих параметров. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть о различных вложенностях, да, то есть потому что поставщики присылают их в огромных объемах, да, то есть это, как правило, куча тюбиков. Бывают различные упаковки по вложенности, да, допустим, упаковка по 10 тюбиков, упаковка по 100, по 120. И при планировании отбора важно наиболее планировать таким образом, чтобы было как можно меньше подходов, да, то есть наиболее оптимальным способом, то есть как можно меньше упаковок, чтобы наш отборщик отбирал. Это нам, конечно же, помогает учет коэффициентов упаковок, да, учет вложенности и, конечно же, конфигурация упаковок. Если мы говорим, продолжим говорить, какие категории, в принципе, бывают у сопутствующих товаров, это, конечно же, пакеты, да, то есть пакетов для розничных магазинов отгружается великое множество, и их необходимо также учитывать, да, то есть, как правило, пакеты постоянно приходят новые, под какие-то акции, под какие-то там сезонные коллекции, и все эти параметры, такие как штрих-код, да, их какие-то весогабритные характеристики, попросту не успевают заноситься в систему, их можно заносить при помощи ТСД на этапе приемки. Ну, и также, конечно же, необходимо контролировать вложенность в упаковку этих пакетов, да, то есть контролировать все коэффициенты, также для оптимальной сборки уже при обработке заказов на обрузку. Далее хотелось бы обсудить такую категорию сопутствующих товаров, как мелкоштучный товар. Это могут быть ремни, кошельки, аксессуары. Как правило, данная категория товаров хранятся на мезонине, то есть в мелкоечественном хранении. И, ну, приходят они все равно целыми палетами, да, приходят они в огромных объемах, и здесь уже срабатывают механизмы по планированию размещения. То есть изначально целый палет мы с вами, используя механизм транзитных перемещений, транзитных зон, перемещаем в зону транзита, мезонина, допустим, в зону третьего этажа. И по факту этого перемещения система начинает планировать раскладывание. То есть когда из целого палета, да, то есть по штучке, по две, по упаковочке система распределяет этот товар по ячейкам, по ячейкам мезонина, да, по мелким ячейкам. Как раз-таки для удобства отбора, да, для повышения скорости отбора. Далее отдельная категория – это, конечно же, сумки. На данный момент на сумке не требуется учет кизов, поэтому, то есть сумки выделяются как в отдельную категорию. Мы по ним при помощи настроек моделей как раз-таки учета, да, мы исключаем контроль кизов, и все операции выполняются по привычным нам штрих-кодам, тем самым упрощая, в принципе, жизнь для сотрудников склада. И также нельзя не упомянуть протокол категории товаров как оборудование для магазина. Да, конечно же, это какие-то стойки, да, стеллажи, какие-то, которые используются непосредственно на торговой площадке. И, как правило, это товары негабаритные. Наша ВМС-система, конечно же, умеет с этим работать. При размещении такого негабаритного товара в ячейку, при превышении ее высокогабаритных характеристик, да, то есть вместимости, система понимает то, что будет занята не одна ячейка, а две и три и так далее, да, и уже при дальнейшем планировании размещения система не будет занимать соседние ячейки. И вот понимать то, что все это занято одним товаром, допустим, каким-нибудь стеллажом, да, который огромный. Это вкратце, да, про работу с сопутствующими товарами. Давайте продолжим. Ну и, конечно, при пополнении таких категорий, как химия, да, то есть важно не забывать про настройку такой, как совместимости объектов хранения, да, чтобы система всегда понимала то, что в данной зоне нельзя смешивать химию, да, то есть это когда мы уже говорим не про размещение, да, а именно про пополнение, когда снимаем с верхних стеллажей в зону отбора, важно настраивать совместимость объектов хранения, настраиваться это, конечно же, для зоны, вот, и обратили внимание, здесь пару активных флагов, это, в принципе, запрещено смешивать различные объекты хранения, либо запрещено смешивать различные состояния объектов хранения, такие как эликвиз, годен, брак, ремонт. Итак, мы с вами подошли к теме, которая звучит как обувной или коммерс, и особенности работы с маркетплейсами. В 2020 году в российских онлайн-магазинах одежды и обуви было оформлено 215 миллионов заказов на сумму 382 миллиарда рублей. Это данные, говорят аналитики Data Insight, а это значит, что это на 40% больше, чем, в принципе, за 2019 год. То есть, в принципе, об актуальности, да, и о важности данного вопроса у нас, ну, мы можем даже не задумываться, да, все понимают, что с этим нужно работать, с этим нужно жить. И, в принципе, какие же возможности дает нам WMSX5, в принципе, что важно нам при обработке таких типов отгрузки, как отгрузка на маркетплейсы и отгрузка на свои какие-то интернет-площадки. Первое. Это, конечно же, возможность всегда иметь актуальную информацию о товарном запасе в любой момент времени, да, с учетом и планов прихода, и планов расхода. То есть, интернет-площадка всегда должна понимать, что есть в свободном остатке, да, чтобы не было ситуации, когда пользователь заказал, как только заявка пришла на склад, товара уже нет. То есть, это, конечно же, будет негатив пользователя. И покупатель, в принципе, уйдет с этой площадки. Далее, это прослеживаемость статуса заказа на всех этапах его обработки. Все мы с вами покупатели, все мы с вами так или иначе там что-то заказываем в интернет-магазинах. И что для нас важно? Ну, лично для меня это, конечно же, срок, да, чтобы заказ приезжал вовремя, но время ожидания вот этого заказа может очень легко скоротать как раз-таки отбивки по статусам. То есть, я вижу, что заказ собирается на складе, я вижу, что заказ собран на складе, я вижу, что заказ перед ним до склада. И мне это, собственно говоря, душу, да, то есть, я понимаю то, что моим заказом занимается, и вот-вот он уже ко мне приедет. Для реализации вот этого механизма, конечно же, помогает расширенная статусная модель нашей системы. То есть, любое состояние документа, такого заказа на обгрузку, мы можем транслировать посредством интеграции в сторонние системы, да, будь там корпоративная, да, либо какая-то интернет-площадка по различной мапе, которая в наличии в нашей системе. Далее, конечно же, это контроль качества товара на всех этапах обработки. То есть, к чему вообще, в принципе, да, этот пункт? Если мы уходим с вами от традиционной торговли в магазине, мы, в принципе, исключаем продавца. То есть, исключаем человека, который мог бы проверить ботинок на качество, то, что он там не порван, не запачкан и так далее. То есть, весь контроль качества должен ложиться на плечи сотрудников склада. То есть, на этапе отбора, на этапе контроля, на этапе упаковки и на всех дальнейших этапах обработки заказа сотрудник может всегда изменить состояние, то есть, сообщить системе, что этот товар имеет отклонение к качеству. Тем самым, данный товар будет перемещен в корзину, да, то есть, и уже дальнейшее там разбирательство службы КРО с ним будет. А система при наличии такой же пары, да, будет допланировать заказ и сказать, чтобы наш клиент был доволен. Следующий пункт, то есть, важная особенность, это, конечно же, особые правила упаковки и маркировки собранного товара. То есть, каждая пара, да, каждый ремешок должен быть запакован в индивидуальную коробку, должна быть нанесена маркировка товара, да, то есть, такие там, маркетплейсы, как WildBreeze, да, как правило, они присылают свои этикетки, то есть, свои маркировки, то есть, и SLAP должен уметь с этим работать, ВМС-система должна уметь с этим работать. Либо должна быть возможность настраивать этикетки внутри ВМС-системы, да, подгоняя, так сказать, под стандарты тех площадок, с которыми мы работаем. Это, конечно же, все есть в ВМС-X5, и это все доступно обычному администратору системы, который имеет просто для этого определенные навыки. Ну, и, конечно же, главная особенность, да, это стопроцентный контроль КИЗОВ. То есть, от этого мы никуда уйти не сможем, да, то есть, это у нас по законодательству у нас обязано. Какие же технологии сборки, в принципе, приемлемы, да, и удобны при обработке таких заказов? То есть, я понимаю, что это мелкоштучные какие-то заказы, то есть, это одна, две, там, три позиции. В этих ситуациях, конечно же, нужно использовать групповой отбор, либо кластерный отбор. И как же система понять, да, что ей использовать? И, как правило, да, при интеграции для документа заказ на отгрузку передается такой реквизит, как тип. Тип связан с процессом, и уже в процессе отгрузки настраивается как раз-таки метод сборки, будь это групповой, да, будь это кластерный отбор. И система уже автоматом начинает, допустим, формировать группы отбора по каким-то значениям, да, допустим, по наполнению данной группы, то, что у нас там вот 10 строк, там будет там три заказа и так далее. И уже автоматически передавать эти группы отбора в работу. И именно какой-то роли, да, и ответственности оператора здесь нет. То есть система может автоматически этим всем рулить. И какие же полезные вещи, да, хотелось бы вам порекомендовать? И также, что может система, да, в отношении работы с интернет-площадками и март-плейсами? Очень важно выделить отдельные зоны контроля для интернет-магазинов, отдельный персонал, отдельные обороты от русских. Так как я уже сказал ранее, да, мы с вами исключаем магазин, да, исключаем продавца, то все нюансы, да, все сложности обработки ложатся на плечи персонала. И гораздо комфортнее и удобнее, если они будут жить в своем мире, да, то есть работать в своих зонах, выделенных, да, то есть где у них удобно оборудованы принтеры, да, сканеры, какие-то рабочие, автоматически рабочие места. И для этого, конечно же, система это все позволяет, да, то есть есть гибкая ролевая модель, есть обширный функционал очередей задач, которые позволяют нам накладывать конкретные фильтры на очереди, да, то есть по попаданию задач для исполнителей. И, конечно же, накладывать определенные правила на выполнение тех или иных задач. Далее полезной особенностью будет являться это фиксация количества грузовых мест и их весогабаритных характеристик. Для того, чтобы транслировать эту информацию для транспортной компании, да, которая будет забирать эти коробочки для наших клиентов, то есть какая-то курьерская компания, то есть они, как правило, это все запрашивают, и ВМС-система должна уметь сообщить это им. Очень полезно и очень важно это быстрое взаимодействие с менеджерами интернет-площадки. То есть как это бывает в жизни, да, вы заказали, допустим, кожаные ботинки, заказали какой-нибудь ремешок и шарфик, и то есть пытались все это сочетать с этими ботинками. Но так случилось то, что этих нужной вам пары нет, да, и по сути те две позиции, которые там шарфик и ремешок, они уже для вас не актуальны, да, то есть для вас самая главная позиция – это все-таки были ботинки. В этом случае ВМС-система уже на этапе планирования должна сообщить менеджеру то, что есть проблемы, да, то есть заказ планирован частично, и основной позиции ключевой нет. То есть это мы добиваемся как раз-таки широкой статусной модели и моментальной интеграции, то есть моментальной обменом данными по достижению, допустим, какого-то статуса, да, заказанного вопроса. И уже начинается как раз работа менеджера, он быстро по нему получает этот сигнал и либо подменяет, да, эту пару на другую, корректируя тем самым заказ, да, либо договариваться о какой-либо скидке, да, если выявлен, допустим, брак, да, на этапе контроля и упаковки. Ну и, конечно, нельзя сказать о такой фишке, как прогнозирование, да, времени обработки заказа. То есть система может автоматически понимать и давать вам информацию, когда будет закончена обработка вашего заказа. То есть собирая статистику, анализируя ресурсы, которые у вас есть, и тем самым прогнозируя время окончания сборки и обработки этого заказа. Итак, мы с вами дошли до темы маркировки, то есть учеток и зел. Все мы с вами знаем то, что на основании постановления правительства РФ вот 5 июля 2019 года, номер 860, с 1 июля 2020 года, в принципе, запрещен оборот не маркированной обуви, то есть нельзя производить, импортировать, продавать обувь без кодов. Так или иначе, кизы, то есть являются локомотивом цифровизации. То есть если ранее вы думали, в принципе, да, нужна ли мне в немая система, да, нужна ли мне вся учет товаров на складе автоматически, то сейчас уже, в принципе, выбора не стоит, просто вы вынуждены, да, автоматизировать свой склад и вынуждены учитывать, контролировать эти кизы и передавать уже непосредственно их регуляторам. Что же такое, в принципе, этот киз, да, что он в себе содержит? То есть, ну, конечно же, это формат DataMatrix, он состоит, первое, из кода товара, который содержит 14 цифровых символов. Далее, это индивидуальный серийный номер единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товара. Это 13 символов. Далее, это ключ проверки, предоставляемый оператором системы. Это 4 символа. И в конце это код проверки, предоставляемый оператором системы. Это, как правило, 88 символов. Ну, данный код, то есть он носится на потребительскую упаковку, то есть на конечную упаковку уже с обувью, чтобы наш покупатель, сканировав данный код, мог понять вообще, да, то есть кто был производителем, да, как товар двигался, да, и у кого с основного купил. То есть это прозрачность, в принципе, данные пары обуви, да, на всем этапе ее жизни. И какой же полезный функционал есть в ОМС-системе для учета кизов? Первое, это, конечно же, ввод информации о кизах во всех операциях, связанных с движением и пересчетом товаров. Далее, это в нашей системе реализовано несколько режимов ввода кизов. Это поштучное, это список серийных номеров, это, конечно же, список агрегаций, и также режим создания агрегаций. Ну, если в первом пункте я сказал, что есть возможность вводить кизы на всех операциях, да, но также есть такой подход, как фиксация кизов на входе, да, от товара на склад и только на выходе. То есть, как правило, данным подходом пользуются большинство наших клиентов, так сказать, исключая вот эту излишнюю трудоемкость обработки кизов, да, именно внутри склада. То есть, нам важно понять, что мы приняли, да, сравнить с плановыми значениями, которые поступают нам, да, то есть от поставщиков. Понятно, что все хорошо, да, отдать акцепт на приемку данного товара. И также нам важно передать те кизы, которые мы с вами отгружаем. Эта операция выполнялась уже непосредственно на этапе контроля товара, да, на этапе упаковки товара, да, и уже консолидирована по факту, там, допустим, закрытия документа заказного труска, она интеграционным пакетом управляется в корпоративную систему. Важно сказать, да, то, что в нашей системе реализована контроль структурно отсканированного киза, то есть мы с вами можем задавать структуру киза, то есть система может контролировать именно непрестно сам дата-матрис-код, да, чтобы именно он соответствовал нормам, да, соответствован правилам маркировки. А на нижней части слайда, да, вы увидите, как именно серийный номер, именно этот киз хранится в нашей системе, то есть это именно запись из регистра. То есть идет привязка к объекту хранения, учитывается количество, учитывается место хранения, документ основания. И, конечно же, может учитываться номер корда, то есть это СССР-код, да, то есть какого-то агрегированного, какой-то коробки, да, где содержится наш маленький вот этот вот киз на конкретную пару. И какие сервисы, в принципе, да, также есть в МНС-системе. То есть первое – это реализован процесс блокировки и разблокировки кизов, то есть для этого у нас существуют выделенные регистры, да, по которым товар перемещается. Далее – реализованы отчеты по запасам кизов на складе, то есть резервам под заказ, принятым и отгруженными номерами. Также ввод информации о сильных номерах может производиться с сканированием кодов агрегации. Количество уровней агрегации, в принципе, не ограничено, что я считаю большим преимуществом, да, и важной функциональной особенностью нашей системы. И также функционал работы с кизами доступен как на ТСД, так и на рабочих местах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...